Евангелие от Марка Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. Мы прочитаем три стиха. Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Братья поручили такую тему. Важность о важности глубоких, личных отношений благовестника с Богом. Если кто заметил эту мысль в статье Стозера, «Вестники истины», где он пишет, «Кажется, в некоторых церквах так отлажена вся жизнь христианская, организация исключительна, что если бы на каком-то этапе Христос бы покинул эту церковь, никто сразу бы этого и не заметил». Потому что все идет своим порядком таким, все устроено, все отлажено. Думаю, Бог благословил наше братство действительно большим богатством. Многие служения у нас довольно отлажены. И такое организованное благовестие, как в нашем братстве, наверное, редко где найдешь, в каких союзах. Все отлажено, устроено. Работает совет по благовестию. Разные направления благовестия совершаются. Такие большие конференции проходят. Братья дорогие, но чтобы нам не утерять еще одно, и она самая главная, она здесь на первом месте, чтобы с ним были, и только потом, чтобы посылать их на проповедь. Чтобы с ним были. Личное общение с Богом, благовестника. Братья, это очень ценно и дорого. И я хотел бы на некоторых моментах остановиться, почему это очень важно. Всех побудить, братья, чтобы искать этого личного общения с Богом, чтобы к этому стремиться. Один из первых благовестников Нового Завета, который нашел своего брата и говорит ему, мы нашли Мессию, мы нашли посланника Божьего, Мессию. Но прежде, чем сказать эти слова брату своему, он вместе с еще одним из учеников Иоанновых побыл день со Христом, учитель, где живешь. И побыли они с ним день тот. Пообщались, думая, может быть, очень близкие такие сокровенные беседы у них были. Они могли посмотреть, как живет Христос, как Он обходится с окружающими людьми, как Он молится. И они сделали вывод, мы нашли Мессию. Братья, она так важна, и сегодня личное общение с Богом. Почему она так важна? У меня будет пять пунктов, братья. Почему так важно личное общение с Богом? Первое. Она преображает учеников, делая их потребными сосудами для дела Божьего. Братья, она же так, что даже не столько важны наши слова, важен сам сосуд, через который эти слова изливаются. Когда-то за апостолами шла женщина, которая говорила, эти мужи возвещают нам путь Господен. А Павел посмотрел, что это за сосуд? Кто говорит через нее, что это за сосуд? И запретил нечистому духу выйти из этой, повелел выйти из этой прорицательницы? Братья, важен сам сосуд. Мы сами важны для Бога. И преображается человек сам, друженик Божий, становится благоприятным сосудом в руках у Господа. Только в личном общении с Господом. Побыл Моисей в общении с Богом на горе сорок дней, сорок ночей. И его лицо сияло. Его лицо сияло. Мы слышали до обеда об унынии, об унынии. Радостное лицо благовестника. святое хождение перед Богом. Прекрасный характер. Красавец, как мы слышали. Но такой сосуд формируется только в личном общении с Богом. В Деянии апостолов в 4 главе мы читаем свидетельство людей об учениках. Видя смелость Петра и Анна, приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Оказывается, вот где секрет. почему они удивляли людей. В чем секрет? Они не книжные, не простые. Они не книжные и простые. Они не могли, может быть, так грамотно умело изложить какие-то истины. Но все узнавали их, что они со Христом-то были. В общении с Ним и в этом общении они сами преображались в этот образ. Братья, с кем мы больше общаемся, мы же становимся больше похожими на них. И где-то мы смотрим, кто-то начинает подражать какому-то проповеднику в интонации, в выражениях, потому что часто общается с ним, часто общается. И братья, так с нами чем больше мы в общении с Богом, тем больше мы будем отражать его образ. Второе. Личное общение с Богом утверждает учеников призвание и стимулирует их в служении. Я объясню, что я вложил в этот смысл. Братья, когда побыли в общении с Богом, там утверждается наше призвание. В личном общении с Богом. Не тогда, когда нас убеждают, ну, некому ехать. Пожалуйста, поезжай на благовестие. Некому. Никого не найдем. Ну, ладно, пойду. Ну, что это за благовестник будет такой, который как бы из принуждения. Братья, когда в личном общении с Богом, когда загорается сердце, загорается. Мы читаем о призвании учеников в Евангелии от Луки в 9 главе, как Иисус призывает своих учеников на служение. Он с ними, они с ними были, с ним были в общении, созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных. И это самый серьезный стимул вообще для служения. Что заставит поехать на север для благовестия? Что заставит переехать на служение? хороший заработок, престиж, еще что-то? Братья, есть один стимул. Любишь ли ты меня больше, нежели они? Паси овец. Это самый главный стимул. Братья, когда из любви к Господу, ради Него, апостол Иоанн говорит, чтобы убеждает в отношении благовестников, чтобы принимали этих благовестников, благовестников, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Ради имени Его, ради Господа, из любви к Нему, а полюбить можно только в личном общении полюбить Господа. Я как-то беседовал с молодежью, смотрю, по внешности надо бы по-другому одеваться, надо бы что-то поправить по внешности. Говорю молодежи, молодежь, вы, наверное, уже устали от нравоучений братьев, оденьтесь получше, юбочки подлиннее, и вам трудно слушаться, братьев, но вы можете ради Господа, ради Господа одеться получше, из любви к Нему, потому что это же Ему не нравится. Братья дорогие, из любви к нашему Господу делать то или иное дело. Мне очень понравилось выражение одно. Степан Григорьевич нашего уважаемого старца, я как-то был у него дома и шел о чем-то разговор, и он как-то выразил такую мысль примерно, если бы я знал, что этого хочет Бог, я бы ползком пополз, но постарался исполнить волю Божию. Если ради Господа я его так люблю, ради Господа ползком поползу, но постараюсь исполнить волю Божию. Братья, это основной стимул вообще в нашем служении, для чего мы делаем то или другое, не для того, чтобы нашу фотографию поместили где-то в каком-то журнале, или чтобы потом получить помощь от какой-то миссии. Братья дорогие, мы же делаем это ради Господа из любви к Нему, а любовь к Нему мы можем взраститься в нашем сердце только тогда, когда мы побудем с Ним в личном общении с Богом. Следующий момент, братья, это источник живых слов. Источник живых слов. Братья, действительно, все это на своем месте. Сегодня у нас проходят курсы, курсы для благовестников или для миссионеров и так далее. Где-то обучаются на каких-то семинарах по благовестию, как лучше свидетельствовать о Господе. Все это на своем месте, и все это нужно, и все это важно. Братья, но ничто не заменит получение живых слов от самого Господа. А их можно получить только в личном общении с Господом. про Моисея так хорошо написано, братья, так хорошо написано в 7 главе Деяния апостолов 38 стихом. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Он принял живые слова, но чтобы их получить, надо было побыть там на горе в общении с Богом, и не 15 минут, и не час, а побыть 40 дней и 40 ночей, чтобы в точности все запомнить, устройство скини, собрание, все элементы, все, что необходимо, все, что нужно передать народу дальше, живые слова, от Бога Божью волю открыть. Сегодня братья, есть где-то искушение, чтобы подобрать такие слова, чтобы избежать острых углов каких-то, чтобы для нас не закрылись двери каких-то учреждений, не будем тогда говорить о грехе или о покаянии и так далее. А что о живое слово от Бога, чтобы авторитетно можно было бы заявить, так говорит Господь. Живое слово от Бога, оно обретается там, когда мы с Ним в общении. Есть такой момент, где Бог говорит тому же Моисею, когда открывают ему устройство скинии, вот святое святых, и там ковчег откровения, и он говорит, там, над этой крышкой, там я буду говорить с тобой, и открывать тебе, и говорить с тобой, и открывать тебе все, что я заповедую народу израильскому. Там, там в этом святилище, которое ограждено от всего остального мира, там не слышно шума окружающих, там далеко от суеты, там все в трепете и в святости. но там я буду тебе открываться, и там я буду говорить тебе, и все тебе скажу, все, что тебе надо сказать, сказать народу, дальше народу передать. Апостолы могли так сказать и говорили так, что обратилось великое множество людей. Они говорили так, потому что имели в общении с Богом, получили эти живые слова, живые слова. Братья, я думаю, перед благовестием каким-то, так, в личном благовестии, выпросить у Бога милости, нужны слова передать, нужны слова народу, нужный подход, то слово, которое достигало бы сердец, не просто услаждало бы слух, не просто бы располагало как-то людей, что они так благосклонны будут к верующим. А иногда надо и строго сказать, и 40 дней, и Неневия будет разрушена, но это было слово от Бога. И от этого слова и царь склонил голову свою низко, и в прахе и пепле, и народ склонился в пасте и молитве вопрошал у Бога милости. Следующее, что с этим связано, братья, это сила для служения, она обретается в личном общении с Богом. Хотя об этом будет, я думаю, еще проповедь, но поэтому я на этом не буду много останавливаться. вот эти сильные слова, эту силу для служения, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самаре, и даже до края земли. Простите, братья, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, но чтобы эту силу получить, братья, десять дней прошло от вознесения до сошествия Духа Святого, спасибо, до сошествия Духа Святого, десять дней были единодушно вместе, в молитве, в размышлении, с Ним были, с Ним были, и Бог не спас слал эту силу свыше, силу свыше. Думаю, братья, что в наше время есть в этом нужда, есть нужда, и может быть больше было бы успеха, и статистика выглядела бы по-другому. у нас как-то на Новый год собрались с церковью, но я говорю церкви, вот мирские люди загадывают на Новый год какие-то желания высказывают, загадывают какие-то свои там желания, чтобы они и с тем, чтобы они исполнились на Новый год, но мы же можем в молитве выразить Богу свои пожелания, свои желания. Вот, братья и сестры, что бы вы желали для нашей церкви за этот год, на этот год будущий? Кто-то говорит, чтобы непременно было крещение, кто-то говорил, чтобы непременно браки могли быть, кто-то говорит, чтобы кого-то послать можно было бы на служение, а один брат встает и говорит, чтобы пять тысяч покаялась. И, братья, я признаюсь вам, что у меня у самого на это веры, ну, чтобы поддержать это желание. Я говорю, ну, да, пять тысяч вроде, но будем молиться об этом. И я заметил, братья, что за тот год у нас довольно много было покаяния. Ну, не пять тысяч, но все-таки довольно много. но вот это дерзновение в молитве, в силе Божией, братья, думая, больше будет у нас успеха. Следующий момент тоже с этим связан. Это будет уже последний мой момент, а потом мы некоторые еще так мысли на некоторых мыслях остановимся. это личное общение с Богом секрет вообще плодоносной жизни. Евангелие от Иоанна 15 глава «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Братья, это истина такая известная, но такая серьезная и глубокая. «Без меня не можете делать ничего». Смотрите, здесь несколько таких важных мыслей. Ведь ветвь, которая не приносит плод, отсекает. Без плодия, братья, это беда, это беда. Когда нет плода в жизни, отсекает. Так конкретно говорит слово. Следующий момент. Ветвь сама не может приносить сама по себе плод. Иисус так выражает еще эту мысль. Дух животворит, плод не пользует немало. То есть от плоти нет ни вот столечка пользы. В какую форму не облеки ее, в какую как ее не вооружай, не обеспечь хорошей техникой или еще чем угодно. обучи ее, от нее нет пользы. Она не произведет жизнь, не произведет. Без меня не можете делать ничего. Плодоносная жизнь, братья, только в соединении с Богом. Чуть дальше мы читаем. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Вообще это прославляет Бога, если мы много плода принесем. Много. Братья, но здесь есть еще один серьезный секрет. Чтобы много принести плода, мы подходим к тому братья, которое является, что является великим преимуществом для нашего братства. Но, к сожалению, мне кажется, что в последнее время принижается значение вот этого служения. Это очищение и освящение. Всякую ветвь, которая приносит плод, он очищает. Чтобы боли принесла плода, очищает. Братья, я думаю, что здесь речь идет не просто об очищении от каких-то внешних грехов. Я где-то что-то не то посмотрел, где-то что-то не так сделал, где-то раздражился, где-то грубо что-то сказал. Братья, здесь речь идет поглубже еще о том, что очищение должно коснуться нашего. Я понимаю так, что вот эту формулу очищения и освящения самое лучше выразил Иоанн Креститель, когда он сказал такие простые, но глубокие слова. Ему должно расти, а мне умоляться. Это очищение должно коснуться меня, моего Я, очищение от самого себя, братья, от своеволия нашего, от себя люби своего, от тщеславия, от самоуверенности, самонадеянности, от превозношения, от самого себя, от упования на свои силы, на свои возможности, на свои способности. Мне должно умоляться, а вот ему должно расти, ему должно расти, братья дорогие, и в личном общении с Богом там происходит этот рост, рост богопознания, благовестнику непременно надо знать Господа, надо знать о чем, о ком мы говорим, о ком мы проповедуем другим людям, насколько мы знаем сами Христа, насколько мы близки в общении с Ним, рост богопознания, рост в том, чтобы как бы Божье пропитало бы всю нашу жизнь, с Ним советоваться, с Ним считаться, на Него надеяться, за то, что не имели Бога в разуме, братья, как дорого иметь Бога в разуме, всегда с Ним считаться, на Него надеяться, на Него надеяться, и, братья, вот этот рост как раз и в том, Ему должно в нас расти, Ему пребудьте во Мне и Я в вас, только когда мы с Ним. Это с Ним, братья, это значит уделять время для личного общения с Богом. Имеем ли мы свой тихий час, братья, благовестникам непременно надо иметь свой уголок, свое. Мы как-то в молодости, когда, я помню, в юности, такая довольно активная юность у нас была, мы часто поездки совершали, тоже, как могли, трудились. И у нас был такой обычай, мы когда поездку в какую-то едем, заезжаем, мы жили в селе, за селом у нас лес был, заезжаем в лес, там у нас было специальное место, под одной березкой было место, и мы, оставляя машину, идем туда, склоняемся там на колени и молимся о предстоящей поездке, о предстоящих встречах, или там служения. И когда возвращались, обычно тоже туда же заглядывали. как-то подъезжаем к этому месту и смотрим, тропинка наша зарастать стала. И нам стало горько. Наша тропинка зарастает. Давненько не посещали это место. Братья, чтобы наша тропка не зарастала бы, личное общение с Богом, этому нужно уделять время, время находить для молитвы, для углубленного чтения Слова Божьего. Кто-то, один автор выразился так, Петру легче было выхватить меч и ударить мечом, то есть в борьбу вступить, чем один час пободрствовать со Христом в молитве. Но если бы он тогда лучше помолился, насколько было бы больше успеха. Уделять время братьям для общения с Господом, стремиться к этому, всячески побуждать наши церкви к молитвенной поддержке в группах благовестия, непременно, чтобы имела место молитва, чтение, личное общение с Богом. Братья, это залог успеха, чтобы нам этого не потерять бы. А он со своей стороны, братья, на этом хотелось закончить, со стороны Господа удивительно обещание, братья, мы читаем это обетование чудное в Евангелии от Матфея в 28 главе. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Прибудьте во мне и я вас. Если мы с ним будем, он верен своему обещанию, братья, он с нами непременно будет. И, в общем-то, это обетование, я с вами во все дни до скончания века, это прежде всего обетование для благовестников. И идите, научите все народы, идите, а я буду с вами, я буду с вами. Братья дорогие, а если Христос с нами, это самый великий залог победы, благословения, плодоносной жизни, успеха в служении, если он с нами. Но для этого, прежде всего, и нам надо быть с ним. Да благословит нас Господь, братья, чтобы эту первую часть не упустить, чтобы с ним были. Аминь. помолимся, братья. грамм. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...